Дорогие господа, это соглавное событие вечера, лейтзи джентльмен. Это the co-main event of the evening. Представляю вам соперников и первым бойцам в синем углу. Introducing to first fighting out of the pool corner. Бойцу 29 лет, его рост 182 см, а вес 111,05 кг. Профессиональный рекорд 12 побед при трех поражениях. Лейтзи джентльмен, he's 29 years old, standing. 182 см, вес 111,05 кг. Его профессиональный рекорд 12 побед и 3 победы. Представляя Фейро де Сантана Байи в Бразиле, here is Carlos Boy Felipe. Его соперник в красном углу клетки. His opponent fighting out of the red corner. Бойцу 38 лет. Его рост 185 см, а вес 120,3 кг. Профессиональный рекорд 17 побед, 8 поражений. Лейтзи джентльмен, he's 38 years old, standing. 185 см tall, weighing at 120.3 кг. His professional record 17 побед, and date the fees. Ladies and gentlemen, representing Nashville, Tennessee, United States, former ACA heavyweight champion of the world, бывший champion мира ACA в теченом весе, вот он Тони Халк-Джонсон. Рефери Виктор Корнеев. Итак, что главное событие турнира ACA 173? Вашему вниманию прямо сейчас тяжелая весовая категория Carlos Felipe против Тони Джонсона. Бык против Халка, если отталкиваться от прозвищ данных спортсменов. Три раунда по пять минут, итак, смотрим. Да, сразу сбивает джеб Carlos Felipe Johnson и угрожает постоянно своим вот этим тяжеленным ударом. И поэтому заставляет передвигаться Филиппо, понимает, под что он может попасть, под какой поезд. Неплохая атака справа от Carlos. Да, через корпус начинает работать Филиппо, правильно делает. И попадает неплохо Филиппо, посмотрите. Сразу решили поиграть в игру Черри крепче. Но не будем забывать, что Тони Джонсон все-таки здесь, как бы, принимает в гости соперника. Отличный оверхенд, тем временем от Филиппо. Принимает в гости, хотя бы учитывая тот факт, что Тони был чемпионом в Лиге Сей. А вот здесь может быть борьба, да. Заход есть, но пока нет тейкдауна. Не будем забывать, что на протяжении всей своей карьеры при необходимости Тони очень хорошо к этому элементу прибегал. И в бою с Александром Волковым, и, конечно же, в третьем раунде в поединке с Александром Емельяненко. Но и тогда Александр был совершенно в другую форме. Это понятно. И здесь было видно, о, как здорово сейчас работает Тони. Видно было, что в стойке, порубившись, не все ему понравилось, не все получилось. А почему бы не попробовать план «Б»? Да, как вариант. Посмотрел, что получилось чуть лучше. Разрыв дистанции. И здесь может начать прессинговать Карлс Филиппе. Ух ты, как тяжело бьет Филиппе. И тут же встретил его Тони Джонсон. Да, и был там еще удар по корпусу. Ну, попробуй пробей живот Тони Джонсона. А публика начинает болеть за Карлсом Филиппе. И Гильер Воддаин также просит поддержки у зала. Еще одна атака справа от него. Джеб в ответ от Тони. Очень низковато опускает вот эту левую руку. И правую в том числе, кстати, Тони. Без проблем туда прицеливается Филиппе. Здесь хорошо. И затекает, по-моему, глаз, да? Или, мне кажется, левый у Карлоса. Там есть небольшая отечность. И еще один джеб тем временем тоже зашел точно в цель. Пока видит эту дистанцию. И вот такой перевод. Каким же громким он получился. Накрывает сверху Тони Джонсон. Одна нога заправлена. Но из этого положения мало кто выбирался. Если Тони оказывался вот так вот за спиной. Ну да, это очень серьезные проблемы сейчас обещает, скажем так, Карлосу Филиппе. Несколько тяжелых попаданий. Вот таких размашистых молотков. И, в общем-то, все можно останавливать. Не идет вперед. Тони Джонсон. Здесь есть шансы указаться подняться. Не сушит бедро. Американец. И колено в голову через защиту. Молодец Филиппе. Он выбрался из этого положения действительно малой кровью. И вообще он выбрался из этого партера. Опасно машет Филиппе. Как будто бы ставит перед собой задачу нокаутировать оппонента именно в первом отрезке. И опять вот этот оверхенд. Правый через руку размашистый. Это забирает у него силы. А вот Тони-то как раз-таки очень хороший опыт проведения пятираундовых противостояний имеет. И чисто теоретически подольше. Слева зацепил Карлс Филиппе совершенно точно. Да, корпусом отрабатывал Тони Джонсон. И поэтому удары не зашли на все 100%. Но все же зафиксируем эти попадания бразильца. Да, конечно, Тони проводил пятираундовые бои. Но опять же функционально он выглядел не самым лучшим образом. Взять хотя бы встречу с Антоном Безигиным. И есть попадание тяжелейшее. Отличный оверхенд. И еще один удар туда же. Плюс джеб. Просто какие щелчки. Как же держит удар Тони Джонсон. Пытается побороться колено в корпус. Великолепно. Полминуты, даже чуть больше. Есть еще в этом раунде. Очень давно и Карлос, и Тони выступают на самом высоком уровне. Очень много боев провели за океаном. И действительно были там на хорошем щедо. Корпус нагружает Тони. Пропустил опять перед клинчем. Работа от Карлоса Филиппе. И на этом получается все. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Второй раунд. Тони Джонсон против Карлсо Филиппе. Не забываем также о раскладах в рейтинге. Шестая строчка у Тони Джонсона. Десятая у Карлсо Филиппе. Опять силовые джебы от Джонсона. Отходит немного назад. Стал более осмотрительно действовать. Но опять отходит назад, вот так, не защищаясь через уклон назад. Это, конечно, очень опасно. Тони Джонсон всегда умел аккуратно прессинговать без удара. Здесь джеб. Еще раз. Ну, этот удар ждал. И эту комбинацию тоже Тони Джонсон. Тем не менее, продолжает свои атаки Карлсо Филиппе. Вот здорово. Сейчас Джонсон руки на месте. Уже держит. Хороший апперкот. Пытается и лишний не потратится. Тони Джонсон. Будет ли эпизод с попыткой борьбы от американского спортсмена. Хороший тейкдаун у него в первом раунде получился. А вот здесь может и заиграться. И да, попытка. Да, есть еще один перевод. И души здесь будет. Ух ты! Из полного маунта. Сразу же. Шестарная позиция. Да, полный маунт. В распоряжении Тони Джонсона. Он сверху. Неужели и из этого положения выберется Филиппе? Аккуратный локоть. Пытается в полоборота защищаться Карлос Филиппе. И тяжеленный хаммерфист опустился на голову. И вот здесь скручивание воздействия на челюсть. Еще один удар. Тяжеловато дышат парни. Карлос Филиппе говорит, я в полном порядке. И я люблю это... Дело. Дело, так скажем. Заменим нецензурное слово. Но от этого не меняется в целом положение Карлоса Филиппа. Как бы он любил или не любил свою деятельность всем сердцем. Здесь Джонсон планомерно накидывает ему удары. И посмотрите, у Карлоса есть шансы. Надо, чтобы подняться. И он это делает. Середина боя. Вот это да. Второй раз в этом поединке Карлос убирается из-под Тони Джонсона. А складывается впечатление, что задышал Тони. Хотя говорили мы с Гийомом перед этим боем, что гонял он всего килограммов пять. И обычно это 12-15. Вот здесь неплохой спролл. И в целом отличная защита от борьбы была у Карлоса Филиппа. Именно поэтому мы тейкдаун и не увидели с вами. Тем не менее на бумаге у нас Тони Джонсон выглядит лучше. Он провел тейкдаун. Неплохие атаки были в начале раунда. А вот сейчас слева попал Филиппа. И клинч как попытка минимизировать подобного рода эпизоды со стороны Тони. Потому что Филиппа хорош. В стойке этот парень сегодня действительно превозошел сам себя. Как будто бы всю жизнь готовился к поединку с Джонсоном. Скорость, точность очень-очень хорошо стреляет. И вот здесь опять выцеливает и корпус, и голова. Да, ударов было много. Но только лишь по корпусу, наверное, было серьезное попадание. Плотное. И вот оверхенд. Филиппе тоже устал. Чуть больше минуты. И заход борьбы получится или нет. Вторая попытка. Вот она школа борьбы Тони Джонсона. А мне кажется, что все-таки за счет массы. Здесь за счет вот габаритов как раз таки он просто продавливает. Но тяжеловато. Не может контролировать. И вот этот отход назад сейчас вынужденный. Потому что не все в порядке с кондициями. Да, перевод сделал, удержать не смог. Очень много боролся Тони в своей карьере. Опять же, чемпионом что-то у Гайо был по вольной борьбе. Да, так любопытно. Опять же, Гиом рассказывал о том, что он переехал из Тенцинати. И стал гораздо более вдумчиво, скажем так, уделять время. Что там такое? А, проблемы с губой, по-моему, рассечения. Я могу предположить... А, нет, удар в пак, конечно. Да, все гораздо проще. Так вот, продолжу мысль, переехав в Тенцинати. И гораздо больше времени стал уделять именно физической подготовке. И так, Гиом меня убедил в том, что здесь, в этом поединке, Джонсон должен выглядеть убедительнее. Вот смотрим. Тот самый эпизод. И... Да, Тони нанес удар. На скачке атака слева. Маханул там Карлос Филиппе. И правый прямой. Вот Тони Джонсон, колено с разножки, и все это по защите. Еще одна атака. Тем не менее, напор неплохой. У Карлоса Филиппа колено на выходе и перерыв. Присаживается и Карлос, и Тони. Ну что ж, Тони Джонсон провел явно лучший второй раунд, дежели первый. Ну, наверное, да. Да, абсолютно точно. Или Филиппе хуже. Может быть, с этой мы еще соревновались. Никто больше задышал. О, это вопрос непростой. Я думаю, что здесь в равной степени. Я видел сейчас, как двигался в сторону своего угла Карлос. Как, в общем-то, плюхнулся просто на табуретку Тони Джонсон. Сейчас никто силы экономить не будет. Вот что самое интересное. Здесь будут вымахиваться по полной программе. Три-три-три-три-три-три-три-три-три-три. Третий заключительный раунд. Смотрим. Джонсон против Филиппе. Если сегодня выиграет Карлос Филиппе, то он здорово поправит свои дела в рейтинге и может рассчитывать на очень громкие бои в лиге ACA Но Джонсон для него крупная рыба, крупнейшая, наверное, на данный момент Заход в борьбу, вот Тони уже в самом начале и, возможно, вообще счет-то по раундам 1-1 у нас Вполне возможно, и чтобы уже не рисковать, а зацементировать этот результат, Тони сейчас пытается пробороть Карлоса Филиппа И так подошел, и так, и здесь, но отстоял все-таки Как неприступная крепость выглядит Сейчас Карлос Филипп еще и развернул, смотрите, как здорово Хороший рывок был от Карлоса И, возможно, что-то подобное сделает и Тони Джонсон Но нет, в итоге просто разрыв дистанции Немножко любезности, уже так, от усталости скорее Встали друг напротив друга И тут, где попадет Немножко шоу от Филиппе Браво апперкот И опять же, перекрывается Тони Да, играет на публику Карлос Филиппе Но Тони Джонсон столько времени провел в клетке Эйсей, да и не только в клетке Эйсей Его на такие приемчики не купишь Да, по меру покатался достаточно Ищет, ищет возможность уже и Джонсон, чтобы выстрелить Я думаю, сейчас аккумулирует силы Дает возможность Карлосу вымахаться И будет еще взрыв Времени достаточно Пока больше в этом раунде работает Карлос Филиппе Но это пока Джонсон здесь все-таки сделал ставку на качество, а не на количество Вот так, бум-бум Здесь джеб, здесь прямой Так, в треть силы, наверное, или в четверть даже Это неподготовленный был разряд Пытается срезать влево от себя сторону угол Тони Джонсон Да, есть попадание, но опять же Там с точки зрения звука есть еще удар слева Там уже было чисто в голову Вот здесь получится или нет Зацеп как будто бы просится Очень важный момент Есть замок и нужен тейкдаун Тони Джонсона Но замок не очень плотный Есть контроль стойки, есть работа коленями Вот американского спортсмена И работа коленями такая, прагматичная, понятная Под эпизод, абсолютно точно Выжимая максимум из возможного Учитывая, что захват крепкий, захват обоюдный А вот коленями только Джонсон здесь способен лупить Но если чуть лучше был в стойке, да, в начале раунда Карлос Филиппе, то, наверное, вот это небольшое преимущество Улетучилось после этих коленей Что будет сейчас? Корпус И печень, в частности, Филиппа ищет Неустанно Полторы минуты А сегодня еще не было раздельных решений На турнире Ни на что не намекаю Но вдруг Почему бы и нет Здесь уже так, из последних сил Накидывает, просто накидывает Тони Джонсон Лево-право корпус Опять на опорную заднюю встал Еще пошел вперед Супермен панч От Карлоса Филиппа, который останавливал джебом как раз Тони Но надо, безусловно, здесь сделать максимум И пока, ух ты, не было ли попадания, нет, все в порядке Да, встреча продолжается И до этого еще левое колено Выбросил Тони Но плотным оно не получилось Как и этот джеб Да, темп попал практически до нулевой отметки И не хватает активности Делает предупреждение Виктор Корнеев Прижимает, прижимает к сетке сейчас Тони Джонсон Интересно, попытается он нырнуть в борьбу или нет Нет, уже, наверное, не получится Колено, да, вполне Ставят точку, в общем-то И все Время поединка вышло Посмотрите, как поднимает руки победоносно Тони Джонсон Или выиграл, думает, или просто майку хочет надеть Ну, кто знает Уважение, уважение демонстрирует Карлос Филиппе Просто забирает сейчас сердечки У Минчан Запомнится им навсегда Джонсон в этом плане чуть более сдержан Этот парень знает вкус побед Чемпионских в том числе Недоволен Судя по лицу Сейчас так мотает головой Лево-вправо Недоволен своим выступлением Но если терпением ждем решения Есть небольшие повреждения на лице у Карлоса Филиппе И вот так сейчас два этих гиганта прогуливаются внутри клетки С нетерпением ожидая решения Там Александр Загорский склонился над головой главного судьи Записывает себе что-то В итоговый протокол Ну и вот сейчас Уже совсем все станет ясно Здорово Здорово На самом деле удивил Карлос Филиппе Скорость Очень уверенная работа Тони Выглядел, наверное, хуже Самого себя Своих лучших кондиций Своих лучших результатов Гораздо более уверенно он себя показывал И вот слушаем решение ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И так, дамы и господа По завершении со главного события Обратимся к судейским запискам ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Судья номер четыре Джордж фау ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Джордж 2 и 3, Аарон Игримин scoring the same, 29-28, и судья номер 5, 32-7, Джордж 5, 30-27. Таким образом, раздельным решением победу одержал, and your winner, by split decision, Тони Халт-Джонсон! Друзья пошумителя Джонсона, Тони, скажи свои мысли после этого поединка, и был ли ты удивлен выступлением Карлоса? Я действительно был удивлен выступлением Карлоса Филиппа, но несмотря ни на что, я вернусь в зал и буду ждать нового вызова. Тогда следующий вопрос, кто тебе был бы интересен из Ростера? У меня было три поражения подряд, и давненько я их закрыл, и в любом случае, мне интересен любой из Лемгерей Расулов или Евгений Гончаров, кто угодно. Друзья, ваши аплодисменты, Тони Джонсон! Спасибо! Спасибо!